Маленький ритуальный зал для прощания при Кунцевской больнице. Пасмурное утро понедельника. Небольшая группа людей с растерянными лицами стоит возле скромного гроба, в котором лежит пожилой мужчина, с виду совершенно обычный пенсионер. Эти похороны были окружены негативной атмосферой, как будто хоронили какого-то врага народу. Этот человек в свое время отвечал за похороны Сталина. И погибшие в давке люди – одна из его многочисленных ошибок. А спустя несколько лет он тайно похоронил вождя народов повторно. Сталин, он сидел у него в мозгу до последнего его вздоха. Он пронизал каждую его клетку, потому что он все время поступал по Сталинскому. И по-хрущевски, что означало абсолютное самодурство, вопли на подчиненных и дурные государственные инициативы. Это всем уже все надоело и осочертело. Последние годы жизни он провел под домашним арестом и умер от тяжелого грузообиды. Смешной и ужасный, нелепый и великий, агрессивный и сердечный. Удивительный Никита Хрущев. Москва. 13 сентября 1971 года. У гроба когда-то могущественного хозяина страны только венки от родных и близких. Самый скромный – от бывших коллег покойного. Товарищу НС Хрущеву от ЦК КПСС и Совета министров СССР. Брежнев сделал все, чтобы Хрущева забыли. Сразу после его отставки он запретил упоминать его имя в газетах и на радио. Из книг и учебников были удалены его фотографии. Никиту Сергеевича изъяли из официальной кинохроники. О нем нельзя было писать ни плохо, ни хорошо. Его нельзя было упоминать в прессе никак. С трона Хрущева сбросили в октябре 1964 года. И оставшиеся семь лет своей жизни он провел на даче в Петрово-Дальнем. Он крайне редко выезжал в Москву. Каждый шаг его фиксировала представленная охрана, сотрудники КГБ. Прослушивались все его разговоры и по телефону, и с членами семьи. За ним следили. Его встречи были с разными людьми под контролем. К нему нельзя было просто так приехать в гости. Родные свидетельствовали о том, что он иногда просто сидел и плакал. Вот настолько, видимо, было обидно и больно. Все крупные государственные деятели в советскую эпоху обретали последний приют в Кремлевской стене. Ритуал захоронения на Красной площади был огромным спектаклем, в котором участвовали тысячи людей. Траурная процессия выдвигалась у колонного зала Дома Союза. Дальше – масштабный митинг на Красной площади. Тяжелая утрата постигла нашу партию, наш народ, все передовое человечество. Для высоких гостей погребальной церемонии строились специальные трибуны. Похороны важного человека сопровождал обязательный артиллерийский салют. Давали три залпа из 120 орудий. И до последних дней советской власти решение о погребении на Красной площади принималось наверху в Кремле правительством и Центральным комитетом. В Кремлевском некрополе находятся могилы не только важных государственных деятелей, но и самых достойных с точки зрения советской власти граждан страны. И даже иностранцев. Их здесь 20. Самыми помпезными и масштабными были в свое время похороны Клары Цеткин. И люди, пришедшие проститься с ней, вспоминали, как еще год назад она говорила. И я верю, что по праву старейшего депутата Ихстага открою съезд Советов Германии. При этом периодически обсуждается, что кладбище с главной площади страны хорошо бы убрать, перенести в другое место. И первым это сказал Хрущев. Сразу после смерти Сталина он предложил построить для вождя народов и других великих советских людей пантеон вечной славы на окраине Москвы. Ну а потом 56-й съезд, размечание культа личности Сталина и постановление о создании пантеона вечной славы само собой аннулировалось. Свергнувший Хрущеву Брежневу будет удостоен впоследствии высшей чести отдельной могилы у Кремлевской стены. И после него в гробу ляжет в землю еще один правитель Юрий Андропов. Но Хрущев не мог рассчитывать даже на маленькое место в стене для урны с прахом. Ясно, что его не могли похоронить у Кремлевской стены, где покоились лояльные и почитаемые вожди, руководители и герои коммунистического режима. К концу своего правления Хрущев уже порядком надоел своим подчиненным. У него, как писал Ильич, случилось головокружение от успехов. Он один знал, как пахать целину, когда запускать спутник, как назвать собак, взлетающих к звездам. Абсолютная власть сделала из него самодура, который позволял себе грубую брань и хамское отношение даже к членам правительства. Хрущев их называл, мягко говоря, дураками на букву М, прилюдно, так сказать. Он называл их бездарями, тупыми, тупицами. А дела в стране становились все хуже. Развал экономики, деградация местной власти. Хрущев затеял массу очень вредных управленческих реформ и при этом постоянно разъезжал по разным странам. За пять лет посетил 18 государств. Его зарубежные визиты могли растянуться на месяц и очень отвлекали его от внутренних проблем. Но добровольно власть он никогда бы не сдал. И критиковать его никто не смел. Брежнев, улыбаясь своими ямочками, сказал, а что давайте организуем что-то такое вроде крушения поезда. Скоро вот Никита Сергеевич поедет в Петербург. Организуем по пути крушения поезда. В 1964 году он просто всех настроил против себя. И они уже не знали, куда деваться. Хотя смертельно его боялись. Они знали, что если Хрущев прознает о заговоре, то будет все. Их просто сошлют, распылят, как молекулы куда-то по белу свету. Ничего не останется. 13 сентября 1971 года. Он умер 11 сентября. А правда сообщил об этом только 13-го. Очень сухо, буквально пара строк. О том, что Хрущев был главой страны, ни слова. Так, персональный пенсионер союзного значения. Отсутствовало слово с глубоким прискорбием. Это было каким-то таким жестом с прискорбием, но не очень глубоким. Вот, так сказать, жалко, но не до конца. Где и когда состоится прощание, не указали. Но сын Хрущева Сергей еще 11 сентября позвонил своему другу-журналисту норвежской газеты Виктору Луи, который растрезвонил на Западе о мести и дате прощения с опальным советским правителем, сделав на этом состояние. Позвонил всем западным корреспондентам и всем информационным агентствам. За деньги. Это все делалось на коммерческой основе. В статусе государственных его похоронам было отказано. Но государство было повсюду. И семья Хрущева вынуждена была смириться с тем, что из прощания с Никитой Сергеевичем устроили секретную спецоперацию. И порядок, сам порядок похорон, никого не пропускать туда, выделить только одну группу людей, которых можно допустить. Это все принималось на государственном уровне. Брежнев и все, кто благодаря заговору получили огромную власть, хотели лишний раз подчеркнуть свое отношение к этому человеку. Они его презирали и продолжали унижать уже в гробу. Похороны – это какой-то момент истины. Даже враги приходят отдать дань уважения. Среди руководителей Советского Союза таких лиц не нашлось. Хрущев, подаривший Украине Крым, не был этническим украинцем. Он родился в селе Калиновка Курской губернии. А на Украину его отец подался в поисках заработков и поселился в поселке с жутким названием Сучий. Рабочие жили в бараках, и Никита Сергеевич в своих воспоминаниях называет Сучий адом. Никогда не забуду увиденного. Некоторые рабочие справляли малую нужду прямо со второго яруса вниз. Отец мечтал накопить денег, вернуться в деревню и купить лошадь, чтобы выращивать достаточно картошки и капусты на прокорм семье. Но лошадь мы так и не завели. Потом семья попала в шахтерский поселок Юзовка, жизнь в котором писатель Константин Паустовский обозначил тремя словами – грязь, вонь и насилие. У Хрущева было четыре класса образования, но он умел сворачивать горы и радовать вышестоящих эффектными акциями, в основном демонстрируя активную борьбу с разными врагами народа. В 20-е его перевели из Донбасса в Киев за шахтинское дело, когда более 50 техников и инженеров были обвинены во вредительстве. А когда он учился в Москве в промышленной академии, то организовал арест нескольких десятков преподавателей. И именно это сделало его любимчиком Сталина. Известна его телеграмма вождю 1937 года. Украина вам посылает по 16-18 тысяч репрессированных ежемесячно, а Москва утверждает 2-3 тысячи. Прошу принять меры. Любящий вас Хрущев. При этом многих, кого Хрущев тогда называл врагами, через 20 лет он назовет жертвами культа личности. И многие историки считают, что Хрущев приложил немало усилий, чтобы из архивов исчезли многочисленные расстрельные списки, в конце которых стояла его подпись. В общем и целом, если говорить о высшей справедливости, то, наверное, Хрущев получил самое мягкое наказание за то, что он сделал в своей жизни. За тех людей, которых он погубил, когда он был верным сталинцем. Петрово Дальнее. Январь 1971 года. Зимой 1971-го Хрущев сильно сдал. Было видно, что отказывать начали все органы разом. Но самым страшным для близких был катастрофический упадок духа хозяина дома. Хрущев был мрачным. В душе его была темнота. Много раз повторял, так сказать, мне надоело жить. Я не хочу больше жить. Вроде, так сказать, я здесь ничего не делаю, ничего не буду. Тяжесть обиды давила все сильнее. И Хрущев все больше времени проводил один, не желая ни с кем общаться, кроме немецкой овчарки Арбата. Это была собака дочки Лены. И до отставки пес относился к нему равнодушно. А в день свержения как будто почувствовал страшную душевную боль хозяина дома и прилепился к нему до конца его дней. Он был подвижный, энергичный, бежал, кричал. А тут все, у него жизнь оборвалась. Он стал, он сел, и вот так сидел с собакой. Ему никто не звонил, его все бросили, все забыли. Москва. 13 сентября 1971 года. Возле зала для прощений в Кунцевской больнице много сотрудников КГБ, которые проверяют документы у всех, кто пришел сказать последнее «Прости Хрущеву». Чуть подаль ходят военные, которые что-то докладывают по рации. В лесочке за забором расположились бронетранспортеры и целый взвод солдат. Я не собирался что говорить. И думал, ну ладно, похороним, похороним. А тут вдруг мама, которая еще в морге была, спрашивает, а митинг будет, кто будет говорить? Траурный митинг был обязательной частью программы всех государственных похорон. Во время прощания со Сталиным его открывал и закрывал Хрущев. Сначала коротко сказал сам. Потом предоставил слово Маленкову, Берии и Молотову. Это были самые важные в то время люди страны. Во всем мире прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили. И всех их Никита Сергеевич впоследствии последовательно уничтожил, так как считал прямой угрозой своей власти. Очень ревниво устранял тех людей, которые хоть немножко его в чем-то превосходили. Наиболее яркий пример – это судьба маршала Жукова. Потому что Хрущев был всем обязан Жукову. В июне 1953-го маршал сыграл ключевую роль в аресте Лаврентия Берии, главного врага Хрущева. Но еще большую услугу Жуков оказал Хрущеву в 1957-м, когда старая сталинская гвардия захотела отправить Никитку в отставку. Молотов, Маленков и Каганович уже провели на заседании президиума ЦК решение об этом. Заседали три дня, но Жуков заявил – «Ни один танк не сдвинется с места без моего приказа». Время было выиграно. Хрущев смог разгромить заговорщиков. Благодаря Жукову Хрущев удержался у власти. И тут же после этого он снимает его с поста министра обороны, снимает со всех постов, фактически отправляет в небытие. И потом Хрущев имеет, в общем, прошу прощения за выражение, наглость жаловаться на своих коллег и обвинять их в том, что они его отстранили от власти. Он пожал плоды того ядовитого растения, которое он сам растил в течение многих лет. После отставки Хрущева выяснилось, что с женой своей Ниной Петровной Кухарчук он 40 лет прожил, как говорят в народе, не расписавшись. Нужно было оформлять документы на квартиру, и вскрылось, что Никита Сергеевич так и не удосужился сводить ее в ЗАГС. Я уверен, что Никита Сергеевич бы нашел такое объяснение, против которого мы с вами не могли бы возразить. Видимо, у него и были какие-то основания. Личная жизнь Хрущева – продолжение его противоречивой натуры. Первый раз он женился еще до революции на Украине. Был он тогда завидным женихом, слесарем, элитой рабочего класса. Ефросинья Писарева родила ему двоих детей – дочь Юлия и сына Леонида. И умерла Тифа в 20-м году. Вернувшись в Донбасс, он пытался крутить романы, но все они были неудачными. Двое детей – это в наше время человек с двумя детьми все равно жених. А тогда это был Бобыль. Нина Кухарчук с отличием закончила гимназию. Потом возглавила женскую секцию Компартии Украины, получила диплом Коммунистического университета имени Свердлова и в Донбасс была командирована для чисток партийных рядов от жуликов и проходимцев. Реальная власть в семье исходила от мам. Она была грамотнее отца и стала его наставником и в узком, и в более широком смысле этого слова. Никита Сергеевич с ней часто советовался по разным вопросам. Это мне достоверно известно. Расходы и организацию похорон Хрущева взял на себя специальный отдел при ЦК КПСС, который занимался проводами в мир иной важных партийных деятелей страны. Такие церемонии проходили по строгому протоколу. Значение имела каждая деталь. Кто придет из самых важных фигур? Кто будет нести гроб с телом покойного? Как правило, идеологическая составляющая была отработана идеально. Как, к примеру, на самом масштабном прощении в истории Советского Союза с Иосифом Сталином. Вечная слава нашему любимому, дорогому, вождю и учителю, великому Сталину. Но кремлевский похоронный отдел не смог организовать порядок в городе, из-за чего случилась давка и погибли люди. И ответственность за это лежит прежде всего на Хрущеве. Отвечал за организацию похорон Хрущев Никита Сергеевич, которому в голову не пришло, прежде всего, закрыть вокзалы и отменить все электрички, чтобы не прибывали люди в Москву. В 61-м 22-й съезд партии постановил вытащить тело Сталина из мавзолея и закопать. Больше всех этого хотел Хрущев. Вторые похороны вождя народов походили на тайную спецоперацию. Люди о них не знали. Красную площадь ночью оцепили солдаты. Яму сделали недалеко от мавзолея. Сталина вынесли в деревянном гробу, быстро опустили в землю. Говорят, Хрущев дал приказ положить поверх гроба две железобетонные плиты. Боялся, что страшный вождь встанет из могилы и накажет его за предательство. Сталин, он сидел у него в мозгу до последнего его вздоха, потому что он сначала развенчал Сталина, именно, но Сталин жил, он пронизал каждую его клетку, потому что он все время поступал по-сталински. Он стрелял, если демонстрация, стрелял, если, так сказать, недовольный, сажал. На совести Хрущева два расстрела мирных граждан. Первый раз огонь по демонстрантам он велел открыть в Тбилиси. Было это в 1956 году, когда грузины вышли на стихийный митинг в защиту Сталина, с развенчания культа которого и начал новый первый секретарь. Тогда погибло 15 человек. Второй раз Никита Сергеевич дал добро на стрельбу по людям из пулеметов в Новочеркасске в 1962-м. Было убито 26 человек. Их тела свезли тайно на окраину города и похоронили в братской могиле без опознавательных знаков. Мы дождались вечера темноты, заехали сюда машиной, и здесь выкопали три могилы. В двух могилах мы похоронили по три человека, и в одной могиле два человека. По туфлям, которые были видны из-под брезента, мы определили, что из восьми трупов один является труп женского пола. А реакция, Никита Сергеевич, хорошо получилась, хорошо, удачно справились. А к трагедии прибили тогда действия власти, реформа Хрущева. Начало 60-х магазинные полки опустили. Было в полном упадке животноводство, и колбасу и сливочное масло делать было не из чего. И дело ведет к тому, что в 61-62 годах карточки вводятся в Советском Союзе, которые были отменены пристально, их снова вводят. Мы боролись за превосходство во всем мире, а люди недоедали. Хрущев запретил в городах держать скотину. Козы и свиньи, по его мнению, портили виды улиц. А для людей они были настоящим спасением. Резко подняли цены на мясо, да еще и увеличили выработку за ту же зарплату на заводах. То есть глава страны требовал надрываться на голодный живот и почти бесплатно. Досталось от него и ненавистной ему интеллигенции. В начале 60-х Хрущев резко срезал зарплаты научным работникам и сократил на 2,5 миллиона человек советскую армию. Его не то, что не любили, ненавидели люди. Москва. 13 сентября 1971 года. На Новодевичье кладбище Хрущеву привезли в грузовике в сопровождении 30 легковых машин и автобусов. На воротах элитного погоста висела табличка «Санитарный день». Перенесли остановку троллейбуса, чтобы люди проезжали мимо. Все было перекрыто, и противоположная сторона этой улицы тоже была, а вот автобусами вся перекрыта. Боялись большой такой толпы, чтобы такое событие будет слишком, по их мнению, слишком значительное. Они не хотели этого. Несмотря на то, что похороны держали в тайне, нашлось немало людей, которые захотели проститься с Хрущевым и сказать ему за что-то спасибо. В основном это были реабилитированные жертвы сталинских репрессий. Но прорваться на Новодевичье было невозможно. Оно было взято в два кольца. Это были воинские подразделения КГБ или МВД, но проход был закрыт. Стояли солдаты. И стоял офицер. Меня не пропустили, конечно, кто такой. Они даже по главным улицам его прямо не везли, опутали в переулке, в самой улице, чтобы народ не узнал. На Водевичье кладбище было богом забытое место до самоубийства Надежды Аллилуевой. Сталин не захотел, чтобы жену похоронили в Кремлевской стене, как родственников Ленина. Нужно было какое-то элитное, приличное кладбище, которых в Москве тогда не было. И выбор пал на этот погост. После смерти жены Сталина она начинает формироваться как элитное кладбище. Здесь начинают хоронить и перезахоранивать, соответственно, известных людей. Постановление о том, кому здесь место, еще с 30-х годов выдавали в Кремле. Вопрос, лежать или не лежать, решал главный человек в стране. Хрущева сюда определил лично Брежнев. Я считаю, что это заслуга Брежнева, что его не похоронили где-нибудь далеко-далеко. Например, у себя в этой Курской области, в его деревне. Туда бы отвезли и там похоронили. Брежнев не был кровожадным тираном. И его эпоху называют самым счастливым временем советских граждан. И в этом есть огромная заслуга Хрущева. Он покончил в Кремле с людоедством. Он думал, что его посадят в Кремле и расстреляют. Вот что он думал, Хрущев. Но когда этого не произошло, то он сказал, что он построил исключительно демократическое государство. Говорит, при Сталине меня расстреляли в сию же секунду. После отставки Хрущева оперативно выселили из роскошного особняка на Ленинских горах и с дачи в Горках в маленький домик в Петрово-Дальнем. Но Нина Петровна быстро организовала в нем уют и занялась привычным делом – домашним хозяйством. Раньше помощников было много, теперь осталась одна кухарка. Но это ее совсем не расстроило. Нина Петровна, Нина Петровна, это скромница. Она все сама делала. Она совсем не была доброй бабушкой, как ее назвали американцы, когда Нина Петровна приехала в США вместе с мужем в 59-м году. Это была женщина простого деревенского вида, но с очень крепким стержнем, большого ума и терпения. Она без звука приняла двух детей от предыдущего брака Хрущева. Да еще сама родила троих. Вот только строго относиться к неродным не смело. Результат – старший сын Хрущева, Леня, отбился от рук. Пил, беспрерывно женился и разводился. И как-то по пьянке убил человека. От расстрела его спасла война. Его отправили на фронт в составе штрафной эскадрильи. И он погиб весной 43-го года. Но тело Леонида так и не нашли. Она перестала работать, когда у нее появились дети. Второй мальчик, Сережа, родился. И она бросила работу. Потому что няня не справлялась. И поняла, что нужно, так сказать, решать, семья или общество. Она выбрала семью. Нина Петровна не очень радовалась переезду из Киева в Москву. Потому что муж все больше отдавался работе и кремлевским интригам. Но что было делать? Хрущев рвался к власти. И, испытывая перед Сталином животный страх, постоянно представлял себя в его роли. Хрущев решил, что он архитектор коммунизма. Сбросив Сталина с педестала, он встал на его место и решил коммунизм строить. А поскольку образования у него никакого не было, он вообще не шибко в чем-то разбирался. Но это компенсировало какой-то энергии с лихвой браться за любое дело, которое подвернется. До войны он страстно строил фермы, на которых разводили кроликов. Потом Сталин дал поручение организовать в Москве общественные туалеты. Потом Хрущев навалился на метро. После войны бился за урожай пшеницы. А когда стал хозяином Кремля, то дела его приобрели уже космический масштаб. В прямом смысле слова. Спутник, Гагарин, массовое строительство жилья, поднятая целина, кукуруза. Наряду с полезными было очень много просто глупых проектов. Но зато какого масштаба. И после того, как заговорщики упекли его под домашний арест, он стал походить на сдувшийся шарик. Отсутствие грандиозных дел его убивало. Вот знаете, взяли Хрущеву и выключили ток, этот штепсель. И он превратился в старика. Петрово-Дальнее. Апрель 1971 года. 17 апреля за столом в Петрово-Дальнем собрались все, кто мог позволить себе поздравить опального Хрущева с днем рождения. Никита Сергеевич ворчал, но через пару часов настроение его стало лучше. Внимание ему было приятно. Потом он потащил своих гостей на любимый огород. И грустно глядя на грядки, сказал, «Врач работать запрещает, так что в этом году огород заводить не будем». Все стали хором возражать, потому что понимали, без копания в земле он просто жить не сможет. Очень гордился тем, что у него растет и кукуруза его, и килограммовые помидоры. Когда они вымерзли, он тоже очень расстраивался, что погибли у него эти ростки. Он сам строил теплицы, подвел к своим грядкам водопровод и заработал на дачном огороде первый инфаркт, надорвался, не слушая ни жену, ни врачей. Трубы у него были какие-то старые. И вот он их таскал, скручивал, сам таскал один, так сказать, потому что был рабочий день, а охранники ему в этом не помогали, им не полагалось, так сказать, вмешиваться в эти дела. А вот перетрудился, перенапрягся на солнце, и у него случился инфаркт. А второй инфаркт случился из-за истории с его мемуарами. Однажды Хрущева вызвали в Кремль, и секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко устроил ему просто страшный разнос. Кто разрешил писать, а главное, издавать свои воспоминания на вражеской территории? Мемуары пенсионера Хрущева появились тогда в книжных магазинах Лондона. Хрущев разъярился и начал кричать на Кириленко, и все высказал в глаза, так сказать, что думает о том, что они нарушают конституционные права. И сказал, вы меня обложили, как волк, когда микрофоны в кругом, даже в туалете. Было решено, что в газете «Правда» должно появиться заявление Хрущева о том, что мемуаров он не писал, и вышедшая книга «Подлог и ложь». Пельше сочинил текст. Энэс отверг его и написал свой вариант, который и был опубликован в «Правде». Там было сказано, что мемуары не были переданы в печать ни у нас в стране, ни за границу. Пельше настаивал, чтобы Энэс вставил фразу о том, что он не пишет и не писал никаких мемуаров. Энэс не согласился. Визит к Пельше также закончился инфарктом. Если раньше он был практически неограниченным владыкой, делал, что хотел, хамил, кому хотел, распоряжался, как хотел, а теперь вдруг ему стали другие люди, причем не первые лица, а уже какие-то второстепенные, указывать, как он должен себя вести, он злился, раздражался. В конце концов, по совокупности всех этих неприятностей, наверное, безвременно ушел из жизни. Москва. 8 сентября 1971 года. В Кунцевской больнице Хрущеву все знали давно, и он занял привычную палату номер 8. Как приехал, шутил с санитарками, уверял, что задержится недолго. Но состояние его становилось все хуже. Нина Петровна сидела рядом, тихо гладила руку мужа. Выглядел он очень плохо. Серое лицо, прерывистое дыхание. Ему не хватало кислорода. Ходила некая байка, легенда о том, что он, понимая, она, видимо, что умирает, попросил водки и закусить огурцом. На что врачи сказали нет, и якобы, опять же, жена сказала, хочет, дайте. Хрущев умел выпить и закусить. Во время знаменитых ночных обедов у Сталина пил больше всех, танцевал гопак, за что многие в окружении вождя народов считали его шутом хозяина. Когда занял кремлевский трон, поражал заграничных гостей умением пить несколько дней подряд и веселиться, сохраняя разум. Но к концу своей власти под влиянием водки он стал терять над собой контроль. А он к тому времени уже здорово выпивал, потому что такая нагрузка-то большая, ничего хорошего не говорят руководителю государства. Здесь сломалось, здесь взорвалось, здесь голодное, здесь пожар. В Азербайджане с вечно бодрым Хрущевым произошло то, что часто случалось позже с Брежневым. Из-за обильных возлияний Никита Сергеевич забыл, куда приехал. Напился и залег спать, и встал с разбитой головой, там его и бульончик, и рассольчик, а в 10 часов выступать. И он вышел на трибуну, вот так вот смотрит, смотрит туда, значит, в зал и говорит, «Здравствуйте, товарищи узбеки». В 63-м, когда до его свержения оставалось уже совсем немного, он попросил сделать ему рюмку с двойным дном, чтобы пить на кремлевских банкетах и встречах с коллегами в два раза меньше. И так, чтобы этого никто не знал. Хрущев хотел оценивать обстановку трезвыми глазами, но главного не видел. Его окружение уже подготовило хитрый план, а народ его больше не любит. Я хорошо запомнил этот поразительный для меня день, когда сообщили о отставке Хрущева, и я шел по московским улицам и вглядывался в лица людей. Там не было ни печали, ни радости, безразличия. Москва, 11 сентября 1971 года. Это странное явление, но о нем говорят очень многие люди. Перед смертью тяжело больному человеку, как правило, становится легче. Хрущев за несколько часов до последнего рокового инфаркта встретил сына в отличном настроении и очень обрадовался принесенным книгам. Последние часы был в сознании, он шутил, говорил, что что, не мешаете, я здесь занят, так сказать. Чувство юмора и в целом манера Хрущева всегда выдавали его очень простое происхождение и отсутствие воспитания. И особенно он шокировал иностранцев. Как вы себя чувствуете, спросили у Никита Сергеевича. А как я себя чувствую? Дай бог вам так. В 59-м году в Америке он поставил в тупик переводчика, который не знал, как перевести «Мы вам покажем еще Кузькину мать». А когда увидел Канкан, то задрал полы своего пиджака и стал крутить бедрами, передразнивая танцовщиц, которых назвал продажными женщинами. Одному сенатору говорит, а вы можете на карте нарисовать место, где вы живете в Америке? Громыка, дайте-ка ему карты есть у вас, пусть он нарисует. Тот нарисовал, говорит, а зачем вам, Никита Сергеевич? Ну, чтобы когда мы будем по вам стрелять ракетами, туда ракета не попала. Вы хороший человек. Его очень любили и жена, и дети. Они сидели под дверью палаты, понимая, что сейчас идет схватка со смертью. И не зная молитв, молились. Так страшно им было в эти минуты. Так они верили в чудо. Вышла врачиха, знакомые. Они все были знакомы и хорошо. Мама говорит, ну как скажите ему, очень больно. Он говорит, нет, ему уже не больно, он умер. Рядом с палатой курили два таких дюжих врача в халатах, забрызанных кровью. И потому что мы делали массаж сердца, вскрыли эту грудную клетку. И я зашел, он лежал, все тепло, я его поцеловал. И дальше, так сказать, началась уже другая жизнь. Через 15 минут Сергей попытался дозвониться из кабинета главврача до начальника охраны Хрущева. Но трубку никто не брал. Потом он написал заявление о том, какое количество золотых коронок было во рту его отца. Врач объяснила, в морге их часто воруют. Надо будет потом проверить, все ли на месте. Я говорю, были. А сколько, где? Ну, везли его в морг. Все сели и поехали, все жили на даче. Приехали на дачу, а у двери стоит часовой. И говорят, вам нельзя. Петрово Дальнее. 11 сентября 1971 года. Юрий Андропов, сразу узнав о смерти Хрущева, выслал в Петрово Дальнее сотрудников КГБ. И семья Хрущева простояла на улице 3 часа, пока не приехали специалисты для выемки архивов Хрущева. Это был обычный порядок. После смерти всех членов Политбюро, их письма и разные документы поступали на хранение в ЦК КПСС. Когда мой отец умер тоже, нас не пустили тогда. И вывезли чуть ли не как говорят, грузовик документов и книг. Вот и мы их уже не видели. Это обычное дело у них. Но в кабинете Хрущева ничего интересного не нашлось. Грамоты да сувенирные пистолеты. Никаких мемуаров. Никаких других документов, написанных рукой покойного. Хрущев был неграмотным человеком. Писать стеснялся, потому что делал очень много ошибок. А магнитофонные записи его воспоминаний Сергей успел спрятать, когда понял, что из больницы отец может не вернуться. Люди с Лубянки были разочарованы. У себя во внутренней кухне они очень активно все это обсуждали. Вот вывезли или не вывезли это все. Что он там накалякал, что он надиктовал. Как это все, почему не нашли. В день похорон все встали очень рано. И Нина Петровна настояла на том, чтобы члены осиротевшей семьи плотно позавтракали. Впереди был длинный и очень тяжелый день. В глубокой печали проходят перед гробом советские люди. Все похороны важных государственных деятелей в Советском Союзе снимали на кинопленку, используя лучших операторов и режиссеров. Короткое видеопрощание с Хрущевым существует благодаря иностранным корреспондентам, проникшим в тот день на Новодевичье кладбище. Ни одного советского журналиста не было. Они даже не знали. Власти запретили ставить трибуну и устраивать митинг. Но Сергею было важно, чтобы про отца сказали хорошие слова. Выступить согласились лишь три человека. Все остальные испугались. Вдруг про речи над могилой опального Хрущева доложат в Кремль. Я подошел к Жене Евтушенко и говорю, Женя, ты скажешь? Женя на меня посмотрел и сказал, знаешь, в молчании есть что-то свое. Я отошел от Жени, так сказать, понял, что он... И тут же он исчез. Для московской милиции это был трудный день. Ведь на кладбище рвались не только благодарные Хрущеву люди, но и те, кто его ненавидел. Был задержан ряд людей, которые пытались пронести на кладбище молотки. У двоих были даже изъяты баночки с серной кислотой. То есть, видимо, они намеревались либо на гроб, либо там плеснуть. Сын Хрущева Сергей решил заказать памятник отцу Эрнсту Неизвестному, который, в свою очередь, пригласил к сотрудничеству Бориса Жутовского. И это, конечно, ирония судьбы. Ведь Хрущев когда-то со страшной злобой обрушился на этих художников-абстракционистов, выдав в манеже вошедший в историю концерт. Хрущев был крайне недоволен. Сказал, что это что такое? Ну, скульпторами, он говорит, это образ матери. Если, говорит, ваша мать ржавая рельса, то мне вас жалко, сказал Хрущев, и проследовал дальше. А потом вдруг появилась фигура Зураба Церетели, который захотел быть соавтором Неизвестного. Но уже тогда, склонный к самым крупным формам Церетели, нашел могилу Хрущева маленькой. На таком клочке земли не развернешься. Пошел мерить там шагами здесь, что, говорит, вот нужно. Здесь 6 на 8 метров. А обычно могила там 3, 1,5 или метр 80 на 2,5. Но неизвестный человек непредсказуемый, особенно когда выпьет. Надулся, уши свой оттопырил. А Церетели с тех пор исчезли. Памятник сделали, но установить его на могиле не позволяли. Отношение к Хрущеву было неизменным. Списанный в утиль руководитель страны, наворотивший дел, про которые лучше молчать. Нина Петровна Хрущева, вдова Никиты Сергеевича, спросила Сергея, в чем дело, почему у папы нет памятника до сих пор. А он ей говорит, а вот не разрешают. Тогда она взяла телефонную трубку, позвонила Косыгину. И к чести Косыгина надо сказать, что он задал ей всего один вопрос. Вам нравится? Она сказала, да. Хорошо, сказал он. И было получено разрешение. Хрущев был человеком, в котором было намешано невероятно много. Глупость и мудрость, ужасные манеры и доброта, кровожадность и великодушие, детская вера в коммунизм и желание всем показать. Неизвестный в своей работе попытался отобразить контрастные черты этого неординарного государственного деятеля, используя черный и белый мрамор. И там стоит вверху улыбающаяся бронзовая голова. Хрущева над кем смеется? К чему смеетесь над собой? Смеете. Через несколько дней после похорон Хрущева руководство Новодевичьего кладбища доложили, что кто-то устроил туалет прямо на могиле Никиты Сергеевича. И превратить надгробие в отхожее место потом пытались еще не раз. Кладбище решили сделать закрытым. Хрущеву гадили, потому что у Хрущева было очень много вопросов по его политике при жизни и так далее. Поэтому народ ничего не забывает. Ничего плохого народ не забывает. Но были люди, которые, конечно, помнили и хорошие, и приносили ему цветы, и приносят до сих пор. Про щеной речи я говорил, что Хрущев никогда никого не оставлял равнодушным. Что его кто-то любил, кто-то ненавидел. И до сих пор он не оставляет людей равнодушным. Это, конечно, был человек огромной воли. Огромной силы воли, огромного характера и большого жизнелюбия.